МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор по оказу Инвеститина группа ДИЭЙДИ. Здравствуйте, это спортивный интерес, только самые главные события харьковского спорта за неделю. Впрочем, поскольку декабрь у нас сейчас на календаре, то не только за неделю, уже можно за год подводить итоги. И сегодня мы окинем взглядом ушедший сезон в харьковском регби. Именно с этой целью у меня в гостях сегодня главный тренер харьковского Олимпа Валерий Качанов и игрок команды Максим Кравченко. В этом сезоне Олимп уже традиционно, можно сказать, положил золотые медали в кубок и в регби-15, и в регби-7. Внешне это выглядит так красиво, хорошо, легко. А на самом деле, сезон какой был? Легкий, сложный? Ну, никакой сезон не бывает легким. Бывает каждый сезон тяжел по-своему, но я считаю, что этот сезон был особенно тяжелый, потому что игроки наши принимали участие и в чемпионате Европы про В-15, и про регби-7. И у нас получилось так, что, если мы, допустим, сыграли первый тур в семерке весной, потом у нас летом и осенью был, ну, такой прорывистый такой. Это приходилось менять программу подготовки игроков к этим турам, поэтому было чуть-чуть проблематично. Максим, на поле как оно чувствовалось? Потому что я вот заметил в начале сезона, многие семерочники пропустили начало, в пятнашке играли молодые игроки. По итогу сезона я могу сказать, что все было неплохо. Мы усилили, у нас были небольшие проблемы со схваткой. После грамотных перестановок и добавлений молодых ребят мы усилили свое нападение, что, в принципе, показала игра, первый финальный матч в Одессе, в котором, в принципе, ну и кубок, который был финал Кубка. Да, и финал Кубка Украины в сентябре месяце этого года, который показали, что команда движется в правильном направлении. Небольшой промах, который пришел в Харькове, ну это, я считаю, небольшая недооценка. Вы думаете, сейчас о втором финальном матче? Да, 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 второй финальный матч, который мы, к сожалению, проиграли на последних минутах, буквально там пару очей, но это, опять-таки, сказалась погода, и немножко, может быть, недооценили соперника. Я думаю, что никакой недооценки не было, просто погода, которая была в тот день, там снег, мороз, она просто сравняла шансы наших четвертных, просто, ну, всего она нет. Если, допустим, у нас скоростная, быстрая игра. Игра руками, да. У вас игра, трюши четвертными, это ваш козы. Да, этого уже не получилось по такому полю. Весь чемпионат сводится к противостоянию Одессы и Харькова. Так и остается? Это хорошо или плохо? Ну, на данном этапе так пока вместе есть. Я думаю, что в следующем году киевляне решили собрать сборную Киева и будут выступать одной командой. Я думаю, что будет очень сильная команда, я думаю, что все-таки будет какое-то противостояние еще третьей силы. У Львовян подрастает неплохое поколение. Хмельницкий, в принципе, пытается в первой фазе чемпионата, когда, в принципе, соперник был явно слабее, и руководство тренера дали поиграть молодежи. Ребята обкатались и подошли уже немножко на другом уровне к финалам. И молодежь, в принципе, я считаю, что неплохо влилась. И даже из тех молодых, которые играли на первом этапе, вот Вадик Миланко, он уже привлекался в сборную, привлекался, я думаю, что у него очень хорошее будущее. У кого не спрашиваю, у всех разные мнения по поводу семерка-пятнадцать. Насколько это взаимодополняющие виды спорта, даже можно сказать. Мешают они, помогают в подготовке друг другу, отвлекают, или наоборот, это как дополнение, допустим, семерка-пятнашки. Могу вам сказать, что в принципе, в регбиных нациях регби-семь и регби-пятнадцать разделены. Есть такие случаи, когда топ-игроки с регби-пятнадцать играют в семерку. Это единичный случай. Да, это единичный случай. В основном это, конечно, хотя лично на своем опыте могу сказать однозначно, что семерка дает очень большую физическую, физподготовка идет бешеная. На семерке спортсмен выбегивается, индивидуальные качества вырабатываются, потому что 15 это большая стратегия, большая война. В семерке там более индивидуально каждый игрок. Да, и с тем, что ее привлекли в олимпийскую семью, я думаю, что сейчас будет очень больше внимания уделять именно регби-семь. В массы именно. В массы. Ну и по поводу и семерки, и пятнашки, у нас олимп это фактически костяк и той, и другой сборной. Валерий Владимирович, помимо всего прочего, еще и главный тренер сборной Украины по регби-пятнадцать. В начале года мы еще доигрывали прошлогодний чемпионат, а в этом году уже, когда в сентябре у нас начался совсем другой этап, наш 2017 год, мы в силу, ну не наших, конечно, причин, не могли собрать оптимальный состав, допустим. Игроки, которые были нужны, они были или травмированы, или находились за рубежом, играли за польский клуб, были за российский, и мы не смогли их просто всех собрать к этому времени. Последние результаты сборной, к сожалению, показывают состояние спорта в Украине и отношение государства к спорту. Государство или федерация? Ну, федерации больше. В данном случае федерации, конечно. Ну, я думаю, сейчас у нас пришел новый президент, он пока месяц 9 месяцев на своем посту, но мы надеемся, что дальше будет только лучше будет. С паррингом? Паррингом, это все опирается в финансы, команда должна, когда начинает играть, у меня должен быть игровой опыт. У нас сейчас первая игра будет в следующем году с командой в Швейцарии, и она будет в марте месяце, и нам уже надо в марте хотя бы иметь какой-то игровой опыт, да. Поэтому мы хотим, подали нашему президенту такую просьбу на турнир в Молдавии, нам надо выехать всей командой. Валерий Владимирович остается, тем не менее, главным тренером сборной пары игры 15, несмотря на все эти проблемы, да, Валерий Владимирович? То есть, что держит? Что держит? Ну, держит просто желание, чтобы наша команда, сборная Украины, играла на высоком уровне, в это первую очередь. Потом это нашим игрокам выступать на таком уровне, на европейском, тоже очень полезно. Для молодых игроков это не то, что в тягости, это всегда большой престиж, это возможность проявить себя на международной арене. Для любого игрока вызов в сборную – это большая честь, скажем так. Даже при наших реалиях, даже при нашей ситуации экономической, и при том, что нам просто говорят, финансирования нет, мы понимаем, что нужно ехать и выступать за свою страну и за свою команду. Вы чуть ли не единственная команда, представляющая именно командные виды спорта в Харькове, которая имеет и высокий результат, и стабильное положение. Вот за счет чего это получается, так ли это и будет ли это в ближайшем будущем? Ну, так и так на самом деле, потому что большой нашей радости нас поддерживает Андрея Лославский на протяжении всех наших лет. И ту поддержку, которую нам оказывают, переоценить ее тяжело и подвести. Мы стараемся вот именно сюда держать на уровне нашу команду, чтобы она была всегда первой. Слава Богу, что есть такие люди, которые поддерживают спорт и в свое время создали профессиональный футбол, который, я думаю, нравился всему городу. Люди были, обожали металлисты, вернулись в футбольные традиции в наш город. Ну и поддерживает, опять-таки, такой сложный и объемный вид спорта, как регби. Спасибо ему большое. Что сейчас происходит с командой зимой? Ну, сейчас начался опознательный сезон. Сейчас потихоньку начинаем уже бегать кроссы, заниматься легкой штангой, заниматься. Потому что сейчас еще нет такого, допустим... Обрастаем физикой. Ну, я так знаю, что не только тренировочные, но и культурные мероприятия намечаются в ближайшее время. Да, у нас в субботу в караване, который находится в Салтовке, будет мероприятие. Встреча с Олимпом. И мы приглашаем всех желающих, наших болельщиков, наших друзей прийти полчетвертого в караван. В 15.30 в субботу приходите, будем всем рады. Вот сейчас уже, когда это будет второй раз, как это начинание? С каким настроением вы туда будете идти? У меня настроение хорошее, потому что, я думаю, что все с детьми придут. И мы постараемся подарки какие-то от клуба. Ну, приятно, когда приходят люди посторонние и все-таки знакомятся с командой. После первой встречи осталась у ребят, у спортсмена, осталась куча позитивных эмоций. И у их детей, и у многих детей, которые были там на нашей встрече. Я думаю, все были довольны, была куча конкурсов. И было весело, позитивно и интересно. И опять-таки деткам показываем, что такое спорт, что это хорошо, и что спортом необходимо заниматься. Спасибо большое победы и в сборной, и в семерке, и в пятнашке на уровне клубов. А мы продолжаем нашу программу. Идем дальше по другим видам спорта. В Одессе завершился чемпионат Украины по боксу среди юниоров. Единственную медаль в сборной Харьковской области принес Владимир Еременко. Выступая в весовой категории до 50 килограммов, он дошел до полуфинала, из которого победителем вышел будущий чемпион страны Максим Власюк. У Еременко бронзовая награда. Федерация Олимпийского Тхеквандо Украины в очередной раз стоит на грани раскола. Конфликт между ее руководством и рядом членов позже исключенных начался на клубном чемпионате в Виннице больше года назад и продолжается в сети интернет и судебных кабинетах. Об этом сообщили оппоненты действующего президента Лесика Саманджи. Решением Господарского суду Харьковской области В результате від 15 листопада 2016 року визнано повністю недійсним рішення позачергової конференції делегатів Федерації Тхеквандо України від 3 липня 2015 року. Визнано повністю недійсними зміни до статуту та зміни у складі керівних органів. Визнано чинним статут, затверджений із змінами та доповненнями конференції 21 квітня 2001 року. Постановою Харьковського апеляційного господарського суду від 13 грудня 2016 року вказане судове рішення залишено без змін. Парадокс в тому, що по букве закона треба зібрати президиум в тому составі, которым він був у 2001 року. Але це невозможно фізично. Некоторых його членів вже немає в живых. Ситуація патовая, хоча ФТО обіцяє боротися в судах і далі. Біда в тому, що Європейська і Мирова федерації можуть не дождаться окончательних виводів і зачеркнути Україну на своєй карте. А все награды, завоєванные українськими тхеквандистами за 15 лет, будуть аннулировані. Кому от цього хорошо і зачем це потрібно? Основна цель для них раніше федеральний офіс був в Нерпетровській. Конечно, коли она ушла оттуда, после цього вони не можуть успокоїться, видімо, іщуть реванши чи ще щось. Просто у людей, які були у руля в те времена, що хотіли, то діали. Сьогодні їм це не дозволено. Тому вони пытаються любими путями сорвати роботу федерации, устраувати якісь акції, в 50 сетях, що попало, як попало. Хоча, які люди, я ні разу не общаюся з мною, не знаю мене, вони, тоді я даже удивляюся, починають обливати там грязь. В связи с новим судебним решением, итоговая конференция федерации в Харькові состоялась, но носила чисто информационный характер, без голосования і принятия решений. Конфликт Федерации Союз от Хэквондо Украины не помешал первой провести на высоком уровне традиційний новогодній турнір «Діти Україны». На Даянге вышли 700 спортсменів із 18 областей і столицы Україны. В течение двух соревновательних дней вони выступали в пяти возрастних категориях. Особое внимание к старшим, юниорам, которые недавно вернулись с чемпионата мира. Харьковчанин Александр Дзюба в Канаде до медалей не добрался, но в родном городе полностью реабилитировался. В весовой категории до 59 кг он с явным преимуществом победил Константина Сенчакова из Донецкой области и одессита Дмитрия Сергеева. В финале против своего одноклубника из КДЮШа 2 Ярослава Заднепрянова в первых двух раундах счет не отходил от равновесия, а в третьем, подбадриваемый тренером, Дзюба набрал солидное преимущество и выиграл золото со счетом 11-4. Сейчас надо было выиграть, чтобы успешно закончить год и в дальнейшем с нового года уже хотят ввести новые правила. Ну, по старым правилам, пока я выехал, посмотрим, что будет с новыми правилами. Обычный удар будет 2 балла, каждое нарушение будет конжун, кинго совсем уберу и уже будет не... ну и уже останется только 10 конжунов. Супертяжелой категории среди кадеток легко расправилась с на год старшими соперницами Александра Жальгерес. Сначала ученица Алексея Жеребчевского поздравила своего тренера с днем рождения победой над киевлянкой Анастасией Имамалиевой 5-0. А в главном поединке побила со счетом 8-0 Валерию Симоненко из Запорожья. Золотой медали помогла хорошая соревновательная практика, которую подопечные Алексея и Антона Жеребчевских получили за границей. В младшей возрастной категории, как всегда, самыми зрелищными были девичьи поединки. Здесь нет места компромиссам и времени на раздумья. Яркий пример выступления Карины Медведевой, которая на пути к золоту победила двух столичных соперниц. Сначала Диану Зубанову со счетом 7-2. А в финале против Марины Гаврилюк борьба была напряженной, но без добытых баллов. Ни в основное время, ни в золотом раунде. В итоге Медведева стала победительницей по сумме ударов. Я хотела осуществить свою мечту и выиграть больших девочек. А то постоянно с маленькими, то с маленькими. Откуда у тебя вот такая высокая стойка с рукой? Тренер научил, чтобы защищаться. Ну, от фурио, от нерио, от доли высокого. Ну, от высоких соперниц. Ударов высоких соперниц. Командную победу одержали тхекпандисты Харьковской области, на счету которых 35 золотых, 29 серебряных и 52 бронзовые медали. Вторая Харьковская спортшкола выиграла мужской, женской и общей зачеты. Ее наставник Андрей Долгополов назван лучшим тренером турнира. Мы сегодня увидели новых спортсменов, которые действительно горят в желании показать себе. Мы сейчас проводим, и дети участвуют, те, которые впервые участвуют. Очень интересные бои, захватывающие. Это наши завтра будущие дети, которые через год, они уже среди кадетов, юниоров и взрослых. Многие спортсмены, выдущие сегодня в Украине, они стартовали с этого турнира «Дети Украины». По итогам года, который стал 25-м в истории Федерации Тхеквандо ВТФ Украины, лучшей спортсменкой стала чемпионка взрослой Европы Ирина Ромолданова из Киева. Лучший спортсмен – харьковчанин Константин Костеневич, который выиграл юниорское серебро мира и бронзу молодежной Европы. Лучшими тренерами года стали наставники лауреатов Олег Нам и Виктор Шевченко. На Кипре состоялся чемпионат мира по самбо среди кадетов, золотую медаль которого завоевал представитель Харьковской области Роман Труш. На пути к финалу весовой категории до 60 килограммов он поборол трех соперников, а в главной схватке победил латыша Сандро Размадзе. Всего на чемпионате украинские самбисты завоевали две золотые, четыре серебряные и семь бронзовых наград. В общекомандном зачете кадетская сборная Украины стала второй. В спортивном зале Национального автомобильно-дорожного университета состоялось необычное событие – новогодний детский турнир по борьбе с УМО. Это новый удар по стереотипам, когда на Дахё выходят маленькие спортсмены, на которых еле держатся пояса. Но накал схваток здесь большие позавидуют. Тем более, что даже в этом возрасте находятся борцы, показывающие взрослую технику. Об интересе к турниру говорит количество участников. Организаторы клуб «Адреналин» ждали под сотню, а получилось две из десяти регионов Украины. Но это приятные хлопоты. Более того, готовиться нужно к увеличению заявочного листа, учитывая динамику развития СУМО в Харьковской области и его место в спортивной системе координат. Борьба СУМО сама по себе очень скоротечная, быстрая, взрывная и зрелищная. Здесь представлены многие виды идеологов, такие как самбо, дзюдо, вольная борьба, классическая борьба. Я считаю, что СУМО может стать каким-то, скажем так, альтернативным этому всему объединяющим видом спорта. Хозяева турнира доминировали на нем и по количеству, и по качеству в выступлении. Первое командное место Харьковской области обеспечили в частности яркие победы 12-летнего замена Мамедова Аркадия Рубина, который выступал в категории до 16 лет, а также двумя серебряными медалями Дарьи Корытиной, которая боролась в двух возрастных номинациях до 14 и до 16 лет. Оба раза сильнее была ее давняя соперница из Бахмута Елизавета Маренко. Но по итогам года харьковчанке есть, что вспомнить хорошего. На Украине я стала двукратной чемпионкой. Харьковских сумоистов к медалям привели тренеры Антон Чуев, Николай Ченцов и Виталий Коваленко. Ближайший международный старт по всем возрастам – венгерский чемпионат Европы в середине января. И еще один адреналиновый спортивный праздник прошел в Харькове. Второй чемпионат Украины в абсолютной категории по масс-рестлингу. Это якутская бесконтактная борьба, цель – перетянуть на себя палочку или соперника вместе с палочкой. Она на языке саха и называется масс. Понять смысл относительно нового вида спорта можно на примере борьбы больших мастеров. И такая возможность была. Боролись 12 лучших масс-рестлеров страны, но центральным событием стала схватка между лидерами веса до 90 килограммов – Яковом Бурковниковым и главным тренером сборной Украины Дмитрием Бесединым – оба Мелитополь. Первый поединок выиграл Беседин, второй – Бурковников, а в третьем – оба работали на износ и более износостойким оказался борец в синих шортах. Но это была борьба только за второе место. Поскольку абсолютко нивелируют весовые категории, то в этом формате без проблем первым стал харьковчанин Сергей Соколовский, известный своими выступлениями по сумо. Против такого лома приема не нашлось ни у кого, ни с тактической, ни с технической точки зрения. Сергей – двукратный абсолютный чемпион мира, а на Кубке планеты до победы ему не хватило только опыта. Поскольку Сергей, он еще молодой очень спортсмен, ему уже всего-навсего 18 лет, и он в масс-рестинге был год, и он сразу же попал по жеребьевке на Виктора Калибовчука, абсолютного на тот момент чемпиона мира, и во второй схватке попал на бронзового призера мира Джейкоба Форнетти из США. И там ему было очень сложно с ними бороться на равных. Но получил очень хороший опыт. Сейчас нарабатываем физику в первую очередь, технику, потому что у Сергея специфический вид спорта – сумо. На самом деле у него очень хорошая взрывная сила, как у всех сумоистов, но немного еще есть недоработка по физике, по физическим составляющим. Масс-рестинг – набирающий популярность вид спорта. Он представлен на всех мировых выставках по железному спорту, а в Украине очень популярен в вооруженных силах. Так, боец 101-й отдельной бригады ВСУ Вячеслав Теслюк из Киева сенсационно победил действующего серебряного призера мира из Днепра Николая Севастьяненко. Закроет сезон масс-рестлеры дебютным командным Кубком страны, который состоится в Мелитополе. В ровно завершился мужской чемпионат страны по шахматам. Выиграл его львовский гроссмейстер Михаил Алексеенко. Он завоевал титул с результатом 8 очков из 11. Второе и третье места с 7 очками заняли харьковские гроссмейстеры Антон Коробов и Александр Моисеенко. Причем Коробов во втором туре обыграл будущего чемпиона. Александр Ковчан и Владислав Бахматский заняли соответственно 9 и 11 места. В манеже спорткомплекса «Динамо» состоялся необычный мини-футбольный турнир. Называется он «С надеждой в будущее». А необычность в том, что против школьных команд из города, области и модульного городка переселенцев играли полицейские из управления превентивной деятельности. Перед началом участники турнира услышали добрые слова от генерального директора футбольного клуба «Металист 1925» Владимира Линке и получили мячи от депутата горсовета Ивана Ракича. Инициатива мероприятия принадлежит Харьковской областной организации спортивного общества «Динамо». Я не скажу, что это стоит больших сил, это больше стоит моральных сил для того, чтобы убедить вот тут детвору, что это необходимо делать, что от этого зависит их будущее. Ну а я думаю финансовые вопросы. Для кого? Для кого? Для детей. Мало того, в день Святого Николая мы урегулируем. Это только кажется, что команда отдела ювенальной превенции играет с подростками в футбол. На самом деле сотрудники находятся на работе. Это как раз их задача – привлекать детей к полезным занятиям, чтобы отвлечь от вредных. Лучше сейчас гоняться за ними по футбольному полю, чем потом по местам преступлений. Этих подростков завлекли с улицы на проведение вот таких вот футбольных матчей, мероприятий и проведение интересного досуга. Я думаю, ребятам футбол будет интересен. Все свои матчи полицейские проиграли. За первое место боролась сборная модульного городка под названием «Надежда» и «Единство» из 10-й Харьковской школы. Между собой они сыграли в ничью, а по разнице мячей первое место заняли харьковчане. Впрочем, проигравших в таких случаях не бывает. Мы любим просто очень футбол. Мы им занимаемся. И нам поступила такая возможность. Нам сообщили, что будет проводиться такой турнир. Мы решили, конечно же, поучаствовать. Свободное время есть, почему бы и нет. Команда «Колос» из Элитнянской школы Харьковского района заняла третье место. А в гимнастическом зале стадиона «Динамо» состоялся традиционный юношеский турнир, который подвел итоги года. Для «Динамовской» комплексной школы, в общем, и для ее отделений в частности, 2016-й был хорошим. В залах и раздевалках тепло и чисто, манеж дореставрировали, соответственно, увеличилось количество занимающихся детей. Гимнастический турнир проходил в два потока, потому что за один не справится. А главный спортивный итог года для отделения подчеркивает суть всей работы – участие в Олимпийских играх. В этом году наш воспитанник нашей школы Владислав Грика участвовал на Олимпиаде, занял восьмое место в командном первенстве. Надеюсь, что многие из малышей, которые у нас сегодня выступали, порадуют нас выступлением не только на всеукраинской арене, но и на международных соревнованиях. Хочу выразить большую благодарность управлению молодежи и спорта во главе с Кириленко Виталием Владимировичем, который финансирует нашу школу в полном объеме. Помимо новогодних подарков, которые получили все без исключения участники от руководства областного «Динамо», были награды по программам разрядов. Помня о большом количестве участников, неудивительно, что второй юношеский был разделен на три возрастные категории. Старший победил Давид Судак, средний Александр Духанов, младший Кирилл Ноженко. Во втором взрослом разряде первое место занял Иван Ковалев, второе – Павел Мирошников, третье – Никита Голубов. В Днепре прошел чемпионат Украины по шашкам 64. Двукратным победителем турнира стал харьковчанин Юрий Аникеев, который оказался лучшим в классической и быстрой игре. В женской классике выиграла представительница харьковского «Динамо» Юлия Макаренкова. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова